примерно 150 лет назад сенатор херст решил построить ранчо на калифорнийском побережье и прикупил для этого немножко земли 160 квадратных километров правда потом эта площадь была более чем удвоена а то вдруг кто-нибудь купит соседний холм и придется на него все время смотреть теперь замок херста водят экскурсии здесь прекрасные строения правда сильно эклектические замечательные сады вот с такими гранатами целый зоопарк диких животных пасется на этих склонах и огромное количество произведений искусства да и просто красиво вот например как считается самый роскошный плавательный бассейн в мире почти полтора миллиона литров воды 17 душевых специальная подушка защищающая от землетрясений да и просто красиво закончен он был в тридцатые годы двадцатого века умели херст и жить но мы только начали экскурсию и потому насколько они умели жить еще в полной мере не оценили да кстати большинство произведений искусства в частности скульптуры привезено из европы об архитектуре садовой архитектуре в частности здесь нужно рассказывать особо я этого делать не буду но это просто великолепно ну вот а тем временем вслед за экскурсоводом мы поднимаемся на верхнюю площадку откуда открывается вот такой вид на побережье замку принадлежит 23 километра береговой линии а общее владение сегодня составляют тысяча двенадцать квадратных километров ну просто чтобы никаких соседей на соседних холмах видно херст и когда-то жили в коммуналке ну вот кассы дель сон это один из домиков для гостей таких домиков здесь несколько древние персидские изразцы на ведущие к нему лестнице фонтан с копии донателловского давида гостей здесь бывало много франклин рузвельт и калвин кулич черчилль и бернард шоу а также чаплин братья маркс грета гарбо бастер китон мэри пикфорд кларк гейбл ну и так далее теперь наша экскурсия постепенно приближается к сагранде построенной в мавританском стиле но идем мы туда не сразу а продолжаем нашу прогулку по садам рассматриваем архитектуру ну видимо как всегда время нашей экскурсии еще не пришло там другие группы народу то довольно много но мы не в обиде здесь есть на что посмотреть скульптура на каждом шагу и везде замечательная везде тенистые дорожки извилистые лесенки которых время от времени открываются замечательные виды то на римский бассейн то на касса дель мар еще один домик для гостей а то на какую-нибудь копию канавы над римским саркофагом здесь еще надо сказать что примерно половина произведения искусства замка была продана в сороковых годах когда медиа империи херста грозил обвал наконец мы выходим на площадку перед касса гранде на которой еще и египетские скульптуры стоят архитектура касса гранде навеяна между прочим любимой нами рондой в андалузии это что-то среднее между вот этой церковью санта мария большая в центре ронды и вот этой площадью здесь гости собирались вечером да кстати прибывали они сюда либо на частный аэродром здесь же в поместье либо частным же поездом из лос-анджелеса умели херст и жить как писал черчилль херст это дитя с ужасным характером которые проводят свое время забавляясь наиболее дорогими игрушками которые можно себе представить два огромных поместья две очаровательные жены полное пренебрежение к общественному мнению и восточное гостеприимство что касается жен официальное бывало здесь редко и поэтому его подруга была как бы хозяйкой замка в замке 42 спальни больше 60 ванн 19 гостиных бассейны закрытые бассейны открытые теннисные корты пол квадратных километра садов кинотеатр частный зоопарк частный аэродром надо еще сказать что практически все здесь перестраивалась несколько раз касса гранды например начатое в девятнадцатом году перестраивалась до самого конца до сорок седьмого когда херст навсегда оставил замок потому что херст младший был недоволен постройкой правда архитектор у него был один и тот же все время джулия морган а проблемы со строительством были немаленькие замок довольно удален от всего строительные материалы доставлять тяжело воды здесь нет сильные ветры с океана сильные штормы зимой строительство без произведения искусства обошлось примерно в 10 миллионов долларов в тех деньгах перед входом в замок вот такой совершенно замечательный бассейн в виде четырех листника очень декоративный такой с живописными водорослями какими-то кувшинками вазами но самое главное в нем это конечно скульптура галатея на дельфине леопольда ансиль йони 1882 но тем временем нас зовут в каса гранде каса гранде замок небольшой четыре этажа пять с половиной тысяч квадратных метров интересно что в замке нет центральной лестнице вместо них используются эскалаторы ну да есть еще лестницы в боковых башенках мы кстати находимся в зале для приемов площадью 230 квадратных метров с потолком вывезенным из дворца в италии с камином вывезенным из дворца в бургундии рядом с ним кстати скрытая дверь из которой херст любил неожиданно появляться перед гостями интересные здесь гобелины 4 прославляющие сцепиона африканского дизайн джулио романо 2 сделаны по рисункам рубинса уникальная викторианская лампа ну и так далее здесь же стоят скульптуры турвальца на которого херст очень любил это венера торжествующая в проходе за углом малозаметная как и положено скульптура поцелую краткой вообще я говорю скульптуры в этом замке великолепные но и не только вот эти столс я уже не знаю откуда вывезенные но просто великолепны вот этой римской мозаики 2000 лет венера италика это канова сначала канова хотел сделать копию греческой статуи вывезенной из италии наполеоном но не удержался и создал свой собственный шедевр чтобы отличить статую от вывезенной наполеоном греческой ее назвали итальянской это явно древний мрамор а мы тем временем переходим в столовую стол из итальянского монастыря на 22 человека но можно было и дополнительное поставить столом из вывезенной из каталонии из кафедрального собора в кургилл то есть они имеют некоторое отношение к истории рассказанной в трубадуре верди потолок это итальянский ренессанс примерно 1600 год куплен в риме а флаги из сены после палео куплены общий стиль комнаты понятно готический нам показывают еще несколько комнат у каждой свой стиль не всегда полностью выдержанный но это ведь не важно потому что может быть немножко странно но все они как-то вот уютны кое-где идет реставрация нам это не очень мешает иногда можно встретить вот такие забавные предметы рядом еще вот такой древний мрамор мы в бильярдной когда-то это была комната для завтраков потолок здесь старые из испании 16 века персидский фриз из из фахана здесь же находится самый старый в замке гобелен 15 века сотканный во фландрии интересно здесь и мебель очень интересная комната дворцовым кинотеатром это в двадцатые то годы и заканчивается наша экскурсия на верхние этажи нас не ведут а жаль мы снова выходим в сад и теперь гуляем уже сами конечно останавливаемся возле этого мрамора а потом начинаем просто слоняться без какого-либо плана мимо этих пальм садов уезжать не хочется да и то каждую минуту возникают перед глазами новые виды что-то такое чего мы не ожидали то какой-нибудь колодец средневековый то цветы но такие ухоженные об этом впереди снова какой-нибудь римский саркофаг один или другой стоящий на дорожке украшенные персидскими изразцами пальма прислонившаяся к очередному домику для гостей в общем не скучно здесь да цветы здесь конечно ну опять об этом позже потому что мы снова оказались у касса дель мар и и просто пройти мимо не удается да интересно что завтраки в этих домиках для гостей предусмотрены не были и когда например одна из гостей попросила кофе с утра ей было отвечено что мистер херст кофе в постель не одобряет так что пройдите пожалуйста в основное здание в касса гранде и там вас ждет вкуснейший завтрак ну вот в садах огромное количество архитектуры ну просто потрясающий вот некоторые таня с профессиональной точки зрения снимала во всех ракурсах но это мимо пройти невозможно уж больно хороши давайте посмотрим а и а и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это одна из двух позолоченных статуй, купленных непосредственно у скульптора Густаво Адольфо Домелье в 1925-м для украшения этих мраморных фонтанов И да, некоторое время мы здесь провели Дима Торзок Ну вот, потом мы еще раз вернулись на эту центральную площадку Посмотреть еще раз на эту красоту А теперь пришло время показать те самые цветы и прочие цитрусовые Про которые я уже несколько раз упоминал И здесь их так много, и они такие разнообразные Что оттянулся я со своими камерами в полный рост Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, если первое, что мы увидели в замке Херста Был бассейн Нептуна То последняя имитация римских терм С мозаиками, навеянными мавзолеем Галлопласидия в Равенне Которую мы увидели через несколько месяцев после посещения замка Херста В начале Херст собирался заполнить бассейн соленой водой Которая, однако, быстро разъела все, что могла И от этой идеи отказались Зато изразцы из Мурано Строительство бассейна было закончено в 1935-м Но он практически не использовался Далеко слишком от Каса Гранде Ну вот, отсюда из бассейна мы просто спустились к автобусу Который везет вниз к парковке Подъехать самим сюда нельзя Машину надо оставлять на побережье По дороге опять попалось несколько животных Всяческих козлов, пасущихся здесь на территории Из окна автобуса мы в последний раз оглядываемся на еле видной уже на вершине замок Херста И через очень короткое время мы уже снова на берегу океана Теперь нам нужно только доехать до LA Собственно, место назначения нашего путешествия Это примерно 4,5 часа езды Завтра начинаются свадебные празднества Едем мы в основном по берегу, симпатично Здесь нас и застает закат Обсуждаем коротенько Не следует ли остановиться, чтобы его снять Нет, не следует Из машины снимем Завтра начинаются свадебные празднества